Тимур, доброе утро. Доброе утро. Как вы там себя в Одессе чувствуете? Знаю, что мы рассказывали о том, что на нашу коллегу Наталью Тарасовскую там вчера напали. Знаем, что у вас тоже был какой-то инцидент. Что это было? Безопасно ли там находиться тем, кого президент России не наградил? Нет, ну, собственно, журналистская работа подразумевает некоторую опасность определенной доли. На самом деле, когда мы вчера входили вместе с людьми, захватившими здание милиции в внутренний двор, они пробили автозаками ворота, и мы вошли внутрь. Первый момент вообще, кстати, был непонятно. А вдруг там стрелять начнут милиционеры, ну, например. Им покажется, что они должны отбивать свой внутренний двор там внутри СИЗО, где, собственно, задержались задержанные 2 мая. Вот это было куда страшнее, чем то, что произошло. То, что было с Натальей, я знаю, видел и даже разговаривал с ней. Мне кажется, она так отошла от шока, но это действительно очень неприятно. Вот. Моя-то история, она с ней проще, и там действительно это обычный рабочий момент, какой бывает в таких местах массовых беспорядков, штурмов и выплеска эмоций, которые обычно, да, вот это сопровождается. Подбежал мужчина с криком «Я тебя узнал, это моя самоуверенность меня наказала». «Я тебя узнал, это не всегда значит автограф брать, иногда и с кулаками набрасываться». Я так добросердечно, открывшись, с открытым лицом, говорю, «Ну и что, узнал?» Но он, правда, узнал и сразу съездил по скуле. Вот. Я понял, что автограф сессии сейчас прямо не случится. Вот. Ответил ему, и тут нас разняли. На самом деле, немножко страшновато было, потому что, ну, когда бежит один человек, а за ним еще трое, черт знает, может, сейчас-то как раз оно все и случится. Но эти трое бежали, чтобы меня отвезти, на самом деле. Нет, у меня все было абсолютно... Это я рассказываю долго, это несколько секунд, и, на самом деле, совершенно такой технический момент, правда. Вот. А россиянам из федеральных каналов работать в среде людей, которые приходят с кулакового поля, и тем, кто их сочувствует, конечно, легко, ничего говорить. Они их воспринимают совершенно своими. Единственное правдивыми. Что такое? Но все-таки журналисты телеканала «Дождь» там понимают. Ну, то есть... Да, нет, они прекрасны. Не только по языку различаются, там на русских не нападают, а на украиноговорящих нападают. А знают, что телеканал «Дождь» — это не совсем тот российский телеканал, с которым можно мириться, да? Если в кругу сепаратистов. Ну, в общем, понимаешь, какая история? Это, на самом деле, грустная история про российские СМИ. А в общем, они про канал «Дождь» и про федеральные каналы — это очень грустная история про российские СМИ, которая заключается в том, что если ты рассказываешь две стороны, а не одну сторону конфликта, показывая, что ты уже враг. Потому что в России пропаганда, которая льется с федеральных каналов, она несет две разрушительные... Два разрушительных заряда. Один из них — это, конечно, просто тотальный ложь, которая провоцирует людей на кровопролитие в Украине. Я в этом совершенно уверен. Это одна из... Ну, и самое страшное, что она провоцирует россиян на какую-то немотивированную ненависть. Но самое главное, что вот эта тотальная ложь — это вторая часть. Она отлучает людей думать. И тогда уже происходят страшные вещи, когда зрители начинают массив своей, большой, наверное, воспринимать так, что есть моя точка зрения и неправильная. Это страшно, потому что это те зерна, которые взрастут, и они же растут не только в Украине, они массово взрастут, конечно, в России. Мне от этого немножко жуткова. Скажи, пожалуйста, знаешь ли это что-нибудь об этом секретном указе президента Путина, который наградил 100 журналистов за то, что они объективно освещали события в Крыму? 300 журналистов. Куда? 100-то. Император награждает сразу по 300. Ну, нет, но это была спецоперация, и за спецоперацию ее сотрудники получили награды. Я так говорю, потому что я видел... Конечно, я не видел этого списка, он вообще засекречен. Что странно. Вообще это странно, потому что мне кажется, что сотрудникам средств массовой информации должно быть унизительно, профессионально обидно быть награжденным по секретному списку. Это просто противоречит принципам журналистики. Если у тебя есть какая-то секретная информация такого рода общественно значимая, то я немедленно расскажу. Журналисты получили секретные медали. Это просто смешно. Журналисты получили секретные медали. Можно я повторю это еще пару раз? На самом деле, ну, я посмотрел ту информацию, которая открыта, небольшая утечка была, там очевидные какие-то назначения СМИ, которые, в общем-то, скорее придерживаются одной точки зрения ВГТРК, естественно, НТВ, Лайф-Ньюс там был тоже, Комсомольская правда, неудивительно совершенно Комсомольская правда. У меня вообще вопрос о Комсомольской правде есть. Я же, пользуясь случаем, решить передать привет моим коллегам Коцу Стешину и Сунгоркину, главному редактору Комсомольской правды, со словами, ребята, вы не охренели вообще? Вот. Но это, собственно, и все. С другой стороны, они были единственными, кто рассказывал из славянска информацию в момент, когда там началась спецоперация, и даже наши коллеги с тобой из Украинской правды тоже брали их твиты, потому что других же не было, пришлось брать их сообщения. Так что, в общем, у меня просто к ним вопросы по поводу допроса сотрудников СБУ. Мне кажется, что они в этот момент выступали не совсем как журналисты, а скорее как сотрудники такого спецподразделения, и меня это, конечно, очень огорчает. Вот. Но вот такого рода СМИ все получили награды, все вполне справедливо, в том смысле, что вполне ожидаемо. Вот. Не знаю, Соловьева, целый орден Александра Нев. Спасибо, Тимур. Еще хотел бы спросить, вы же остаетесь пока что в Одессе, да? Вы ждете того, что будет к 9 мая, и что, если да, то чего вы ожидаете, какие-то там настроения, что вы можете предсказать? Будет что-то страшное там? Нет, но я думаю, что это зависит исключительно от того, справится ли милиция. Да, 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 все нормально. Упал телефон, да, и все. Извините, извините. Я думаю, что до 9 мая, будет страшно или нет, зависит от того, как отработает новый глава Министерства внутренних дел, здешний Одесский, Иван. Иван, отправь меня, отправь его и фамилию. Не помню. Иван, 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 Иван. Ну? Неважно. Мы сейчас вспомним и еще раз вспомним. Да, 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 и скажем. И три раза в эфире повторим его фамилию. Он вчера, кстати, выступал здесь в Одессе, но я не буду пересказывать это, потому что мой коллега Сергей Гришин, мне кажется, ваш коллега, не мой коллега, расскажет об этом лучше. Поэтому, может быть, 9 мая ничего не будет. Если найти людей, которые занимаются постоянным подзаводом обиженных людей, то, может быть, ничего не будет. Но, с другой стороны, понимаете, какая история? Ведь это же штука такая, 40 человек погибло, или сколько бы там не погибло, и много, кстати, погибло. Это кровь. Это связанные на крови вещи, которые не проходят быстро. 9 мая может быть массовое выступление, очень гневное. Все придут опять на поляковое поле и будут там скрывать флаг Украины, вешать российский флаг. Может быть так. Я не исключаю совершенно этого. И это будет еще и двойне сложная ситуация. Потому что придут настоящие там старики. Уверен, что кто-то еще придет. Может быть, даже ветеранов, кто еще жив. Несколько человек, я думаю, живут. Много лет прошло. Вот дай бог им здоровья. Вот. Просто много лет прошло. Мы понимаем все. Но кто-то придет. И в этот момент любая попытка противодействия с патриотическими лозунгами будет восприниматься как нападение на мирную колонну демонстранцев. И тут просто очень важно, как сработает милиция. Они вообще умеют что-то делать или нет. Если милиция 9 мая не сможет развести людей, и потом не сможет навести порядок на Куликовом поле, обратно поставить флаг Украины, отдать давное уважение людям, погибшим в Великой Отечественной войне, и всех успокойно отправить по домам, а вечером навести в городе порядок, то это будет, конечно, для милиции одесской, это будет фантастический успех. Просто фантастический. Фантастический надеяться на это можно только. Я не знаю, буду ли 9 мая я здесь, хотя, наверное, вернусь. Так, я думаю, что еще пора съездить на восток, а там уже видно будет. Дякую, Тимур. В любом разе бережи себя. Это был Тимур Левский, журналист телеканалу «Дождь».